Так приятно видеть так много знакомых и родных лиц. Даже не знаю, что и сказать. С одной стороны, кажется, я где-то в Украине, в Киеве, много вижу оттуда, в Заокске. И так случилось, что евроазиатский дивизион исполняет Божие повеление наполнить землю. Куда бы вы ни приехали, даже на любой остров, вы обязательно встретите кого-нибудь с евроазиатского дивизиона. Это удивительно. И это хорошо, если мы там, где мы находимся, являемся светом, свидетельством о любви Божией. Не так ли? Итак, прежде чем мы откроем Слово Божие, давайте мы помолимся. Наш дорогой Небесный Отец, В этот вечер, начав субботние сутки, мы хотим открыть Слово Твое. И мы просим Тебя, чтобы Ты через Слово Твое оживил нас, чтобы Твое Слово могло преобразовать наш характер, наше восприятие мира, и чтобы мы открыты были для Твоего руководства в нашей жизни. Благослови Слово Твое, говори к нам, а мы воздадим Тебе всю славу и честь. Во имя Иисуса. Аминь. Мне хотелось бы пригласить вас открыть книгу «Деяния апостолов» в 12 главу. И мы ее будем рассматривать, имея в виду вот то название темы, которое было показано. «Если ты устал стоять у закрытой калитки». Я думаю, никому не нравится стоять, стучать, стоять, стучать и ждать. Итак, откроем с вами 12 главу книги «Деяния апостолов». Она начинается следующим образом. Лука пишет «В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло». Ну, во-первых, сама фраза, она показывает или заставляет нас буквально посмотреть на контекст, потому что здесь говорится «в то время». А какое это было время? То есть Лука, использовав это выражение, хотел, чтобы мы обязательно вспомнили, какое это было время, тот контекст, в котором это происходило. И, конечно же, это очень легко установить, потому что 11 глава раскрывает нам именно контекст, что же это было за время, когда, в которой вот происходили события 12 главы в том числе. 11 глава повествует нам о том, что произошло чудо Божие. Чудо, которое по-человечески, ну, никогда не могло бы произойти. Потому что Евангелие теперь стало проповедоваться язычникам. А вы знаете, как иудеи относились к язычникам. Какая стена между ними имела место быть. И практически ни один из иудеев не беспокоился о благополучии ни нынешним, ни будущим язычникам. Но 11 глава нам говорит о том, что Бог совершил великое чудо через апостола Петра. Вы помните, он открывает ему видение. И это было нелегко Господу убедить Петра. Казалось бы, ну, Петр, который с Иисусом столько времени провел, достаточно было бы Иисусу сказать одно предложение, иди, и он должен был бы пойти, правда? Но нет, Петр настолько понимал свою особенность, как иудея. Он не хотел идти к язычникам. И Господу пришлось ему показать видение, от которого, наверное, Петр чуть в оморок не упал. Вы знаете всю эту ситуацию. Но 11 глава рассказывает нам о том, в конце концов, эта стена была разрушена, и теперь Евангелие начала распространяться и среди язычников. И Петр один из тех, кто об этом свидетельствует и проповедует. Затем в этой 11 главе дальше рассказывается о том, что в результате гонений, которые имели место в Иерусалиме, ученики рассеялись по Малой Азии и начали распространять и проповедовать Евангелие далеко за пределами иудеи. И здесь рассказывается о том, что в Антиохию пришли ученики и основали, организовали там церковь. И Лука подчеркивает особенным образом, что здесь теперь в Антиохии, 26 текст 11 главы, посмотрите, целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться как христианами. То есть, другими словами, 11 глава показывает нам контекст рождения христианской церкви, которая теперь состояла и из иудеев, и из язычников, то есть никаких разделений, ни национальных границ, ничего. Один Божий народ, все они, и христиане-иудеи, и христиане-язычники, теперь все называются как христиане. Родилась христианская церковь. Интересно отметить, завершается 11 глава тем, что пророк предсказал, что в Иудее, в Иерусалиме будет голод. И теперь язычники, которые стали христианами, они собирают средства для того, чтобы поддержать живущих или оставшихся там в Иудее. И посмотрите, что говорит нам последние два текста. «Тогда ученики положили, каждый по достатку своему, послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, пославши собранное к пресвятерам, через кого? Варнаву и Савла». Обратите внимание, сколько человек они послали? Два апостола. Варнаву и Савла. Он еще называется здесь Савлом, то есть Павла. Мы к этому еще вернемся, потому что это будет очень интересно увидеть и сравнить, как завершается 12 глава. И вот это было то время. То есть время, когда родилась христианская церковь. Время, когда христианство начало распространяться по всей Малой Азии тогда. Успех. Церковь растет. Разделение между иудеями, язычниками рушится. Но это не нравится кому? Это не нравится силам зла. И посмотрите, что происходит. Именно вот в это время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло. Это царь Ирод Агриппа, который получил свое образование в Риме. И у него были очень хорошие отношения со многими руководителями и членами римского парламента и так далее, поскольку он там обучался, там воспитывался. Но теперь, когда он, будучи внуком Ирода Великого, пытался руководить, или был руководителем здесь в Иудее, его влияние, сфера влияния была значительно ограничена. И он пытался каким-то разными способами заслужить особое уважение со стороны иудеев, с тем, чтобы распространить свое влияние, вернуть влияние своего деда в некотором смысле. И здесь говорится о том, что вот в тот момент, когда церковь росла, успех наблюдался, он решил остановить этот рост. И он сделал следующее. Он взял Иакова, убил его мечом Иакова, брата Иоаннова. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра. Тогда были дни опресноков. И, задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четвереницам воина встреч его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Но, во-первых, очень интересная информация о том, что Иаков, брат Иоанна, вы помните, как мать двоих этих братьев Иакова и Иоанна подошла к Иисусу однажды, вы помните, да, и она просит Господи, чтобы один из них сидел по правую сторону, а другой по левую. И вот теперь происходит следующее, что первый из апостолов отдает свою жизнь кто? Иаков. А последний? Последний умрет Иоанн. То есть, в некотором смысле происходит один по правую сторону, другой по левую, поэтому будьте осторожны, когда вы просите что-то у Господа, что Господь может исполнить то, что мы просим, но не в той интерпретации, в которой мы это излагаем. Конечно же, здесь можно было много говорить о том, почему Иаков должен был умереть. Он был еще очень молод. Максимум сорок лет. Сколько он еще мог бы сделать для продвижения церкви? Однако же он умирает. И видя, что это понравилось иудеям, интересно отметить, что Елена Вайт проливает здесь дополнительный свет. Она говорит о том, что иудеям это очень понравилось, но не до конца. Они очень удовлетворительно оценили этот поступок Ирода, но они ему сделали небольшое замечание. А замечание заключалось в том, почему ты сам тайно его уничтожил, убил, почему не вывел его к народу, чтобы мы все поучаствовали в его убийстве, и тем самым страх распространился бы на всех христиан, и тем самым может быть движение христианское остановилось бы. И тогда Ирод подумал, вот на это замечание иудеев он решил, хорошо, я и это удовлетворю вам. И он тогда берет Петра, заключает его в темнице, но поскольку был праздник, он не мог это сделать во время Пасхи, он решил, вот пройдет праздник Пасхи, я выведу его к народу и дам вам тогда уже возможность поучаствовать в убийстве Петра. Пасхи, вы знаете, что Ирод, наверное, хорошо помнил и слышал, наверняка слышал о том, что Петра уже однажды в тюрьме содержали, вы помните? И однажды уже ангел вывел Петра, вы помните об этом же, да? Потому что в книге Деяния апостолов в первых главах об этом повествуется, и поэтому он теперь решил сделать все, чтобы, ну, ни в коем мере Петр не был освобожден. Никакой ангел, чтобы не смог его освободить. И что он делает? Задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его. То есть мы знаем из истории, когда во дни Ирода хотели кого-то стеречь в темнице, так скажем, с особой охраной, то выделяли четыре воина, которые наблюдали только за одним осужденным. Четыре. Но в данном случае Ирод решил, чтобы нужен наверняка никто и в том числе и ангелы ничего не могли сделать, он увеличил во сколько раз? Четыре раза. То есть он в четыре раза увеличивает охрану. Не четыре, а шестнадцать воинов. И дальше нам говорится о том, мало того, он еще и приковал, приказал, чтобы приковали Петра двум воинам, цепями. и он понимал и думал, что теперь уже наверняка никто никогда его оттуда не выведет. Тем более, что в той темнице был целый ряд ворот. Не калиток, а настоящих железных ворот. И у каждых ворот стояли с одной стороны два воина и с другой стороны калитки это или этих ворот стояли воины. Итак, Петра стерегли в темнице. Между тем, церковь прилежно молилась о нем Богу. Здесь синодальный перевод очень красиво перевел. Потому что здесь и так Петра стерегли в темнице. И посмотрите, он говорит, посмотрите, что сделал Ирод. поставил дополнительных шестнадцать воинов, чтобы стерегли Петра. Но он говорит, но между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Дорогие сестры и братья, есть сила в молитве. Молитва это сила, когда каждый из нас отдельно молится. Но когда мы все вместе молимся, это великая сила. Потому что здесь посмотрите, что говорится. Во-первых, церковь молилась о нем Богу, то есть конкретно молилась Богу. И молилась здесь говорится прилежно. Интересно отметить, что Лука, который написал книгу Деане Апостолов, он использует это же слово прилежно молилась. Это же слово, это выражение использует, когда описывает в Евангелии от Луки в 24 главе и в 44 тексте молитву Иисуса Христа, когда Христос молился в Гефсимании. То есть вы представляете, насколько серьезной была молитва Иисуса Христа в Гефсимании, когда тяжесть всего мира, грехов всего этого мира была на нем. И он прилежно молился, и Библия говорит, даже капли крови, как пот выступали. То есть вы можете себе представить, и вот такая же серьезная молитва здесь возносится о Петре Богу. Дальше говорится о том, когда же Ирод хотел вывести его в ту ночь, Петр спал между двумя войнами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. Но я хотел бы задать вам вопрос. Если бы вы были на месте Петра, и вы бы знали, что уже до начала праздника одного апостола умертвили и Якова, вы теперь следующий и только ждут, пока закончится праздник Пасхи. И вот сегодня он закончился, и вы знаете, что завтра вас предадут смерти. Как вы будете себя вести вот в эту последнюю ночь своей жизни? Вы смогли бы спать, а Петр спал? Вы можете себе представить? Конечно же, вы сразу вспоминаете слова Петра, потому что Петр написал в первом послании Петра все заботы ваши возложите на него, ибо он печется. То есть мы видим здесь, что Петр не просто проповедовал одно, а жил по-другому. Если он проповедовал, говорил, возложите все заботы на него, то он и сам это делал. Вы представляете, завтра его должны приговорить смерти и исполнить это. А сегодня он спит. И причем как спит, посмотрите дальше. «И вот ангел Господень предстал и свет осиял в темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал, встань скорее». И цепи упали с рук его. Обратите внимание на действие ангела, как крепко спит Петр. Свет осиял темницу, свет не пробудил Петра. Он все еще спит. Но самое удивительное это действие ангела. Посмотрите, как здесь сказано, что сделал ангел. Толкнув Петра в бок, для того, чтобы увидеть и прочувствовать вот серьезность этого движения или действия ангела. Давайте посмотрим на конец этой главы. Вы помните, когда в конце говорится о самом Ироде. Когда Ирод упоенный славой не воздал славу Богу, а приписал себе, здесь говорится 23 текст, но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, быв изъеден червями, умер. Вот это слово поразил это одно и то же греческое слово, которое Лука использует. То есть другими словами ангел Господень толкнул Петра, чтобы его разбудить, и ангел Господень толкнул Ирода. Одно и то же действие. Конечно, Елена Вайт говорит о том, что сила действия была разной, можно толкнуть, наверное, с разной силой, но сам факт очень интересен, что Лука использует одно и то же слово. То есть другими словами действие Бога, прикосновение Божие, оно может привести к жизни, оно может разбудить к жизни, но то же самое действие Бога может умертвить. И все зависит от кого? от нас с вами. Точно так же, когда во второе пришествие Иисуса Христа Господь явится во своей святости и славе, вот эта слава Божия одних воскресит к жизни, а других умертвит, потому что они не могут находиться в присутствии этой святости Божьей. Но представьте себе, насколько крепко спит Петр и сказал ангел ему, опояшься и обуйся. Он сделал так, потом говорит ему, надень одежду твою и иди за мною. Интересно отметить, что все повеления ангела Петру в оригинале написаны в такой глагольной форме, которые означают действия, требующиеся сделать один раз. Встань, надень, опояшься, обуйся и так далее. Это все однажды нужно сделать. Однажды сделал и достаточно. Но один глагол, одно повеление он дает, которое он использует в такой глагольной форме, которое означает это необходимо делать постоянно. И здесь говорится надень одежду твою и иди за мною. Здесь говорится и следуй за мною не один раз, а постоянно следуй за мною. И вот интересно дальше Лука описывает это событие таким образом, чтобы показать контраст, что происходит, когда я следую за ангелом и что происходит с тем же человеком, с теми же его способностями, но когда он идет один. И посмотрите дальше, что пишет Лука. Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Прошедшие первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились. Видите, он делает особое ударение на ворота, показывает, что вот теперь они подошли, они прошли уже двое ворот, теперь они подошли к третьим самым мощным железным воротам. это были не просто железные ворота, которые просто охранялись какими-то двумя или четырьмя солдатами, это были ворота, которые закрывались не замком, а большими металлическими болтами, то есть это скручивало все, этими болтами все закручивалось, и это настолько было надежно, там никто даже и не смог бы открыть сам, там нужна целая бригада строителей для того, чтобы все это открыть. Но когда Петр следует за ангелом, что происходит? Посмотрите, Лука пытается это подчеркнуть, чтобы это дошло до нас, и он говорит, прошедшие первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, самым большим, ведущим в город, которые, он говорит, сами собой отворились. Вот что происходит, когда мы следуем за ангелом, когда мы идем за Богом, когда мы не своего ищем, когда мы не своей воли ищем, а когда мы ищем воли Божией, когда мы следуем за Богом, тогда даже самые мощные железные ворота этого мира сами собой могут отвориться. И теперь дальше Лука делает очень интересный контраст и показывает, а что же произошло теперь с Петром дальше, когда ангел уже стал невидим, и Петр сам пошел. Тогда Петр пришед в себя сказал, «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего, избавил меня из руки Ирода и от всего, что ждал народ иудейский. И осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемым Марком, где многие собрались и молились, когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем рода, и узнавший голос Петра от радости не отворила ворот, но вбежавшая объявила, что Петр стоит у ворот, а те сказали, в своем ли ты уме, но она утверждала свое, они же говорили, это ангел его, и затем Лука делает интересный штрих в этом портрете всей этой историей, он говорит, между тем Петр продолжал стоять и стучать у ворот, здесь для ворот используется другое слово греческое, это не те большие железные ворота огромные, это маленькая деревянная калитка, и представляете, что ангел хочет нам сказать, что Господь через Луку передает нам, когда Петр следовал за ангелом, ни одно препятствие не могло удержать его, даже самые сильные и мощные ворота этого мира, болтами закрученные, открылись сами по себе, а теперь, когда Петр один идет, без ангела, он подходит к маленькой деревянной калитке, там церковь молится, а здесь он стоит и стучит, они там говорят и начинают даже разбираться, да не может быть, Якова же убили, наверное, его уже убили, это, наверное, его ангелы, разные разговоры там идут, а Лука подчеркивает, между тем Петр продолжал стучать. Дорогие сестры, братья, я думаю, что каждый из нас в своей жизни пережил и переживает моменты, когда мы чувствуем себя стоящими у запертой, закрытой калитки стучим и ничего не происходит. Мы даже молимся, мы даже просим Бога, но ничего не происходит. Мы стучим у калитки, мы уже устали стоять, мы уже устали кричать, мы уже устали надеяться. Почему? Лука желает сказать нам, весь секрет не в силе и в мощи этой калитки или этих железных ворот, а весь секрет, иду ли я, ищу ли я своей воли, иду ли я один, или я следую за Господом. Вот почему и Яков, хотя его и жизнь оборвалась, он был благословен тем, что отдал свою жизнь кому? Господу. И Елена Вайт говорит такие слова, которые очень трудно понять, но она говорит о том, что мы являемся, можем быть соучастниками Божьих чудес, соучастниками Божьих чудес, которые Господь проявляет и творит на этой земле. И этим можем прославлять Бога. Но она говорит, мы еще больше можем прославить Бога, когда Он кого-то из нас удостоит быть соучастниками Его страданий и Его смерти. По-человечески это понять тяжело. Но когда я не ищу своего, когда я следую за ангелом, тогда для меня самое главное исполнить чью волю? Божью волю. И поэтому Лука так и пишет и говорит, что вот и пытается показать нам этот контраст между этими железными воротами и этой калиткой. Поэтому давайте не будем искать своего, а будем искать того, чтобы не упустить из вида Господа, чтобы наша вся жизнь была направлена за Ним, чтобы идти за Ним и следовать за Ним. Интересно, что 12 глава начинается тем, Ирод на престоле, Иаков умершвлен, Петр в темнице, будущего у христианской церкви нет. А чем заканчивается 12 глава? Ирод изъеден червями мертв. Петр провозглашает и проповедует евангельскую весть. И посмотрите, если вы прочитаете 24 текст, «Слово же Божие росло и распространялось». Да, все силы тьмы, все силы зла собрались против того, чтобы помешать делу Божьему. Но несмотря ни на что, несмотря даже на то, что некоторые из апостолов отдают свою жизнь, смерть, эта смерть, эта кровь становится чем? Семенем. И церковь еще больше растет. Слово же Божие росло и распространялось. И посмотрите 25 текст, последний, как он заканчивается. А Варнава и Савл, помните, 11 глава завершалась тем, что Варнаву и Савла отправили в Иерусалим передать помощь. Посмотрите 25 стих 12 главы. А Варнава и Савл по исполнению поручения возвратили из Иерусалима в Антиокию, взявши собою Иоанна, прозванного Марком. То есть вы представляете, что происходит? Лука пытается нам показать. Отправили двоих апостолов, тут преследование, тут убийство, Иакова убили. Казалось бы, все, нет никакого будущего для церкви. Но благодаря тому, что, во-первых, церковь что делала? Молилась и апостолы следовали за ангелом, слово Божие росло и распространялось и теперь возвращаются из Иерусалима в Антиокию не только два апостола Варнава и Савла, но еще третий. И их убивают их уничтожают, а они их меньше не становится. Они растут. Почему? Потому что следуют за ангелом. Дорогой друг, если ты устал стоять у закрытой калитки, время упасть на колени и попросить и попросить Господа увидеть ангела, увидеть Божью волю и следовать за ним. Конечно, вы можете сказать, ну зачем молиться? Здесь говорится, церковь, разве Бог не знает, в чем мы нуждаемся? Почему молиться? Дело в том, что молитва является огромной силой именно потому, что мы живем во время великой борьбы между добром и злом. И мы не всегда себе отдаем отчет, но мы должны прекрасно понимать, что во время этой великой борьбы между добром и злом, кто является гарантом ведения справедливой войны? Бог. А чтобы гарантировать справедливую войну, Бог должен гарантировать точно такой же доступ к моему разуму, к моей жизни дьяволу, какой он сам имеет ко мне. Если нет, то это несправедливая война. Но когда народ Божий молится, когда мы с вами молимся и начинаем каждый день с молитвы и не веди нас во искушение, но избав от лукавого, вы знаете, что мы делаем? Мы даем право Богу ограничить силы зла. Тогда Бог может предъявить дьяволу и сказать, да, ты требуешь доступ к его сознанию, к его сердцу, к его разуму, но посмотри, он сегодня утром просил меня не допустить этого. И поскольку я уважаю его свободу выбора, я запрещаю тебе. Вы представляете, какая-то сила, какая-то мощь, молитва, потому что она дает право Богу ущемить права сил зла и запретить им делать то, на что без молитвы Бог должен был бы гарантировать одинаковый доступ. Поэтому, дорогие друзья, выбор за нами следовать за ангелом или идти своим путем. Идя своим путем, мы будем в эту калитку стучаться, стоять и ждать, а следуя за ангелом, даже самые мощные ворота этого мира сами собой отворятся. Вы знаете, что все вы хорошо знаете эту великую трагедию, которая сегодня происходит в Европе, в Украине. 24 февраля практически жизнь в Европе изменилась. Я никогда не забуду, когда я слышал отчет нашего пастора с Бучей, который рассказывал, и может быть, вы даже знаете об этом и слышали, когда вы знаете студентов очень быстро, в первые же дни начала войны их перевезли на запад Украины. И практически все студенты выехали. Но несколько семей решили остаться все-таки там. потому что они думали, ну как можно оставить вот это вот столько времени, столько трудов, трудили все это, строили, а теперь все оставить. И несколько семей осталось для того, чтобы следить, чтобы ничего не произошло с нашим этим учебным заведением. Но народ стал буквально валить. 200 человек пришли туда, и они пытались там как-то где-то в этих подвальных помещениях устроиться. А это был февраль месяц, кончался февраль месяц. Вы знаете, что в Европе еще ковид не омикрон, а дельта свирепствовала. А дельта была намного сильнее. И вот один из вечеров пастор рассказывает, когда он пришел, и было 200 человек, многие из них никогда даже в своей жизни не имели опыта молитвы, не знали, что такое молитва. 200 человек в этих подвальных помещениях. И в один из вечеров 30 человек затемпературило. Но они не имели возможности выйти, у них не было ни тестов проверить ковид, это не ковид, что делать. Но когда маленький мальчик, восьмимесячный мальчик, заболел, у него температура 40, он горел на руках у матери, и они обращаются к пастырю, пастыр, что нам делать? А пастыр тоже думал, где бы какие-то может быть лекарства, но найти не мог. И тогда пастыр собрал всех их 200 человек, 30 больных, остальные здоровые, и он им сказал, единственное, что могу вам предложить, это обратиться к Богу. И все эти 200 человек склонились там и молились, и просили Бога. Некоторые из них первый раз в своей жизни никогда не молились до этого. на следующее утро пастыр рассказывает, когда он это рассказывал, он говорит, он даже боялся зайти туда, потому что он беседует с супругой, говорил, ну если вчера было 30 температур ищих, если это дельта, то сегодня, ну там уже может быть 70, и что же здесь будет? И какое-то свидетельство будет всем окружающим, кто услышит, что здесь все от ковида может быть погибли. Вот он утром возвращается в это подвальное помещение и первым встречает мать с этим мальчиком восьмимесячным мальчиком. И он спрашивает как, и он боится услышать, что она скажет. Она сказала, пастор, вчера вечером, когда мы помолились, он заснул и теперь его температура нормальная, все хорошо, а как те 30 человек? Все были здоровыми. что это? Это те же самые железные ворота, которые открылись сами по себе, потому что пастор направил взоры этих людей к тому, кто может открыть без содействия рук эти железные ворота. И мы благодарны Богу, что сегодня многие из тех, кто были в числе этих двухсот приняли крещение. Не все, но многие из них. И мы благодарим Бога за это. Поэтому, дорогие друзья, сегодня, когда мы живем в мире, где все показывается, показывает нам и везде, каждый пытается продемонстрировать нам то, что Бог сегодня не актуален, что в 21 веке нет смысла следовать за Богом, что все это фантазии религиозных деятелей и так далее. Дорогие братья и сестры, мы можем стоять в закрытых маленьких деревянных калитках, стоять и стучать, надеяться на себя, на свою мудрость, на свою человеческую философию, но поднимите свой взор чуть выше, обратитесь к Господу, последуйте за Ним, и вы увидите, как огромные железные ворота и вашей жизни откроются, потому что Бог силен. Вы знаете, Бог назван в книге Откровения Альфа и Омега. Когда вы следуете за Альфой и Омегой, вам не надо переживать за Дельту и за Омикрон. А нужно переживать, следую ли я за Альфой и Омегой. Помолимся Господу. Наш дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя, что Ты сегодня, в 21 веке, настолько же реален, как Ты был реален во дни апостолов, во дни апостола Петра. Ты знаешь каждого из нас стоящих здесь при Тобой. Ты знаешь те огромные ворота, перед которыми каждый из нас стоит. И иногда ты допускаешь, как ты допустил Петру, чтобы он увидел и осознал свою никчемность, чтобы он осознал и понял, что вся сила в Тебе. Так и сегодня, Господи, когда мы стоим у этих различных ворот, мы просим Тебя, помоги, помоги нам поднять наши взоры к Тебе и помоги нам, как церковь, объединиться в молитве, прилежно молясь друг о друге, так, чтобы мы стали людьми, следующими за Тобой. А когда мы последуем за Тобой, ворота сами откроются, во имя Твое просим. Аминь.